Турция припомнила России Вагнера. Турция припомнила России Вагнера. Анкара готова к отправке своих военных в Ливию. Коммерсант от 10 декабря 2019 года. 21.53. Заявлением России о многовекторности ее политики в Ливии в регионе не верят. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предложил Владимиру Путину обсудить ситуацию вокруг наступления фельдмаршала Халифа Хафтара на Трипале. Призыв к диалогу прозвучал на фоне опасений, что ливийская столица может пасть при поддержке России. Президент Эрдоган дал понять, что если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска. Разногласия вокруг Ливии могут сказаться и на решении сирийских проблем, от Идлиба до Конституционного комитета. Кроме того, за российско-турецким диалогом ревностно следят в Вашингтоне. Там уверены, что именно Москва подогревает ливийский конфликт в своих интересах. По мотивам Вагнера. Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска турецкого потока. Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии. Ситуацию с Хафтаром, заявил в понедельник в интервью телеканалу TRT президент Эрдоган. Он выразил надежду на то, что российский лидер пересмотрит свою позицию относительно фельдмаршала Халифа Хафтара, под чьим руководством ливийская национальная армия, ЛНА, еще в апреле начало наступления на Трипале. Блицкрига не получилось, но в последние дни появились заявления о возможном взятии ливийской столицы к Новому году. Официально представители ЛНА отказываются говорить о каких-либо сроках окончания операции, учитывая, что все предыдущие прогнозы не сбылись. По мнению президента Эрдогана, если позиция Москвы относительно Ливии не изменится, эта страна может превратиться во вторую Сирию. Он также заявил о готовности Анкары направить в Ливию турецких военных, если будет соответствующий запрос от ливийского правительства национального согласия, ПНС. Мысль об отправке войск Реджепта и Эрдоган повторила во вторник, отвечая на вопросы студентов университета Белкинтванкари. Существует некая охранная компания Вагнер из России, которая отправила в Ливию свои силы. Если Ливия сделает аналогичный запрос, обращенный к нам, особенно после подписания соглашения о военном сотрудничестве, мы можем отправить туда наших военных, сказал президент Турции. Ливийский конфликт все больше интернационализируется. Помимо Турции, которая, не скрываясь, поддерживает ПНС, на стороне Триполя выступает еще и Катар, симпатизирует ему и Италия. За фельдмаршалом Хафтаром стоят Египет, ОАЭ и частично Париж. В помощь ЛНА подозревают и Россию. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора между Владимиром Путиным и Реджепом Таипом Эрдоганом. По словам господина Пескова, Россия приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию в Ливии. Впрочем, в Триполи этому не верят. Так министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла не исключил на днях, что Триполи может пасть из-за военной поддержки, которую оказывают российские наемники Халифи Хафтару. Его слова цитируют различные западные СМИ. Политик считает, что несмотря на слова Москвы о поддержке инициатив Совбеза ООН по урегулированию в Ливии, проблема в том, что Россия заявляет одно, а затем на поле делает что-то другое. «Безусловно, для России Ливия имеет стратегическое значение, и она стремится закрепиться в стране», — подчеркнул он. Обвинение из Вашингтона. Позицию ПНС полностью поддерживают в Вашингтоне. За последние недели США неоднократно обвиняли Москву в использовании ливийского конфликта в своих интересах. На повестке дня Конгресса США — введение новых санкций против России. Речь идет о Чевой Квагнере и связанных с ней лицах. 20 декабря прошлого года на Большую пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил по поводу присутствия ЧВК «Твердый знак» где-то за границей. Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Тем не менее все заявления о российском военном вмешательстве в ливийский конфликт в Москве называют «утками». Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. Так еще в конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал звучащие из Вашингтона обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в ливийский конфликт. Очень многие страны вообще не имеют права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушении международного права, добавил представитель Кремля. Речь идет об операции по свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Об этом же на прошлой неделе напомнил на пятой международной конференции Средиземноморья римский диалог и глава МИДа Сергей Лавров. По его мнению, последующее развитие ситуации в Ливии не является, с точки зрения Москвы, образцом демократии. Если мы хотим демократии, которую принесли в Ливию, то давайте так и скажем. Другое дело, если мы все-таки считаем, что каким бы авторитарным ни был режим Каддафи, но стабильность вообще не подвергалась сомнению, сказал он, добавив, что последствия падения режима в разных странах известны всегда одинаковы, развал государства, всплеск терроризма, волны беженцев. По словам спецпосланника Генсека ООН по Ливии Гассена Салами, напряженность в отношениях между США и Россией в связи с возможным участием ЧВК в ливийском конфликте стала одним из препятствий для его работы. При этом в интервью агентству AFP он отказался подтвердить или опровергнуть факт присутствия российских наемников в Ливии. Он лишь отметил, что оружие в Ливию поступает отовсюду, а также обратил внимание на рост американских интересов к ливийской проблематике. По словам господина Салами, до последнего времени США в основном волновали в этой стране борьба с терроризмом и нормальный поток добычи нефти. В ноябре американские дипломаты встречались как с представителями Триполи, так и с Халифой и Хафтаром. На фоне этих переговоров неизменно звучали обвинения в адрес России во вмешательстве в ливийский конфликт. По сирийскому сценарию. Для Вашингтона по ливийской теме очень важна позиция Турции. США давно надеются рассорить Москву и Анкару, не без основания считая, что их союз коренным образом изменил ситуацию в Сирии. Изначально Россия и Турция придерживались разных позиций по сирийскому конфликту, однако сочли сотрудничество взаимовыгодным. В результате этого союза, к которому присоединился и Тагеран, удалось вернуть под контроль Дамаска значительную часть территории Сирии, а также не допустить полномасштабных военных конфликтов на севере этой страны, в Идлибе и других приграничных с Турцией районах. Кроме того, благодаря Астанинской тройке была запущена работа Сирийского конституционного комитета. Впрочем, отношения среди партнеров складываются непросто. Так во вторник в ходе очередного раунда переговоров в астанинском формате спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, комментируя очередную эскалацию в Идлибе и обстрелы приграничных с ним районов, отметил, что это зона ответственности Турции. По его мнению, надо воздействовать на турецких партнеров с тем, чтобы те проводили соответствующую работу с теми вооруженными группами, которые осуществляют такую провокацию. Он напомнил, что накануне из Идлиба был осуществлен артиллерийский обстрел с жилых районов Алипа, в результате которого погибли мирные жители. Это недопустимо. Конечно, этому надо поставить заслон, подчеркнул он. Одновременно сирийские оппозиционные СМИ сообщали в последние дни об участившихся бомбардировках Идлиба со стороны правительственной армии при поддержке российской авиации, в ходе которых также пострадали гражданские лица. Есть и другие вопросы, вызывающие разногласия между сторонами. Тем не менее, до сих пор все три участника астанинского формата и в первую очередь Турция и Россия всегда находили компромисс. Эксперты не исключают, что теперь поле для сделок будет включать и Ливию. Примечательно, что стремление избежать ливийского сценария стало одной из причин вмешательства России в сирийский конфликт. Теперь Анкара говорит о недопустимости сирийского сценария в Ливии. Причем действовать хочет равно так, как поступила в 2015 году Москва, когда получила одобрение о вводе войск в Сирию со стороны официального Дамаска в лице президента Башара Сада. Турция опирается на договор с признанным международным сообществом ПНС. Почему командующий ливийской национальной армии обвиняет Анкару в агрессии? Турция рассматривает поддержку признанного ООН правительства национального согласия Ливии как экзистенциальный вопрос. Это во многом связано с Восточным Средиземноморьем. Еще одна причина – это турецкое региональное соперничество с Египтом и ОАЭ, которые поддерживают войска Хафтара в Ливии, сказал твердый знак научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований, Освен Ванкари Айтунархан. По его словам, в ливийском вопросе Россия и Турция, «Похоже, оказались по разные стороны баррикад и, если Анкара отправит своих военных в Ливию, Россия и Турция могут снова оказаться в условиях конфронтации, как это уже было в Сирии. Это может быть новым источником противоречий между сторонами, но, как мы видим на сирийском примере, это противоречие не приведет к разрушению общего сотрудничества между двумя странами. В случае с Россией и Турцией сотрудничество и соперничество могут идти параллельно», – подчеркнул он. При этом если в сирийском конфликте Анкаре и Москве всегда приходится учитывать интересы Тегерана, то ситуация в Ливии задевает одного из самых важных партнеров России на Ближнем Востоке и в Африке. Речь идет о Египте. «Военное присутствие Турции в Ливии является объявлением войны против Египта», – сказал твердый знак президента Арабского фонда стратегических исследований, генерал-майор египетской армии в отставке Самир Рахеб. По его мнению, которая полностью совпадает с позицией официального Кайра, турецкое присутствие в Ливии станет инкубатором для террористических организаций. Эрдоган знает, что крупнейшей международной силой, действующей в регионе, является Россия. Россия против всех радикальных и террористических группировок, и Ливия давно является сферой российских интересов. В руках России большое влияние, будь то в Сирии, Ливии или других регионах. Россия также является постоянным членом Совета безопасности ООН. «Все это делает необходимым согласование Турции с Россией любых дополнительных шагов в Ливии», – отметил он. Марьяна Беленькая, Кирилл Кривошеев.